Мальчик Родители Александр и Полина назвали сына в честь дедушки Михаила Ивановича, участника Великой Отечественной войны, которого любил и уважал каждый житель села. Мишаня рос очень прилежным и тихим, и у него была большая мечта стать милиционером. В 1975 году Михаил поступил в Курский пединститут на историко-педагогический факультет. За пять лет обучения было много всего интересного. Пионерский лагерь «Чайка», стройотряд, лагерь для подростков, отряд дружинников. И в институте он познакомился с очаровательной девушкой Татьяной, которая стала его женой и которая подарила ему двух сыновей – Андрея и Артема. После окончания института Михаила Александровича ожидало много непредсказуемых событий и поворотов судьбы. Два года проработав директором Сухиновской школы Глушковского района, Михаил Александрович был призван в ряды советской армии. А вскоре после армии детская мечта сбылась. Он поступил на службу в УВД Курской области. И через 20 лет, выполнив свой благородный долг, Михаил Александрович отправился в новое, неизведанное путешествие в мир культуры и искусства. В 2004 году он возглавил Курский краеведческий музей. А в 2007 году Михаил Александрович был назначен директором Курского драматического театра. Премьеры, гастроли, юбилеи, вечера, творческие встречи, яркие события, интересные знакомства. Неожиданный поворот? Да. Но это новый путь. И этот путь только вперед. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что вы сегодня здесь. Спасибо вам, что вы есть. И спасибо вам за то, что вы сегодня здесь. Это просто сегодня мне присвоили звание капитана первого ранга нашего большого корабля на нашей большой сцене. И пожелали, чтобы наш корабль отправился в город-герой Севастополь на очередные гастроли. Уважаемые друзья, жизнь идет. И, как вы поняли из небольшого фильма, то, что были многие моменты в моей жизни. Жаль, конечно, что родители мои рано ушли из жизни. И мне кажется, что сегодня, если бы они живы были, они, наверное, испытывали какое-то удовлетворение от того, что так вот случилось, что я нахожусь вот здесь перед вами и о чем-то говорю. Это было давно, в 1979 году, когда я еще был студентом. С тех пор меня неоднократно, правда, посещала такая мысль, что, а вот доживу я до тех лет, хотя они умерли в 49 лет, или нет. И если доживу, то что я сделаю в своей жизни, как я буду работать, какую пользу принесу или нет. И будут ли как-то благодарны люди, с кем я общаюсь, работаю, отдыхаю и проживаю. Вот такие мысли посещали, но это случилось. Я дожил и даже пережил. Правда, вот только сейчас я понимаю, что на том этапе жизни, когда родителей не стало, я понял, что и испытания были. И, конечно, благодаря, в первую очередь, моим родным, жене, сыновьям и друзьям, и медицинскому персоналу, я как будто вернулся снова к жизни. В фильме вы увидели, что у меня была мечта стать сотрудником органов внутренних дел, как сейчас говорят, а проще милиционерам. Я тоже анализирую и понял, что учителя в школе и особенно классный руководитель, которая у меня была, звали ее тоже, как мою маму Полина Михайловна, с пятого по восьмой класс. Она, наверное, увидела какие-то черты мои, которые, скажем так, направлены на воспитание. Черты такие, которые позволили ей принимать решения, чтобы, ну, например, со мной посадить какого-то одноклассника, который вел себя, например, более, ну, шумно там на уроках или, скажем, как тогда говорили, был более хулиганистый. И это было. И не только одноклассника, но и одноклассницу она тоже сажала со мной за одну парту. И я, наверное, как-то своим вот примером, поведением как-то влиял на вот этот воспитательный процесс в школе. Ну, а в девятом-десятом классе она попросила уже нашего очередного классного руководителя, который был, чтобы со мной сидел за одной партой ее сын. Ну, так и было. Поэтому, наверное, вот эти моменты, они и привели меня к тому решению, что я три раза ежегодно поступал на историко-педагогический факультет Курского пединститута. Как тогда говорили, это был факультет, который готовит начальников. Что послужило тому, что я вот сдавал документы ежегодно и стремился на этот факультет? Ну, один из моментов я сказал, наверное, вот этот. То, что родители никакого отношения к этому не имели, это точно. Потому что они мне не советовали. Да и как-то и разговора, насколько помню, было. Вот куда ехать там учиться? Не было. Вот правда, я принимал решение сам. Были тогда, вы же все помните, кто жил в то время, в этом возрасте, не было же никаких других информационных материалов, кроме справочника для поступающих в высшее учебное заведение. Вот этим справочником я пользовался. Нашел там, что есть в Воронеже, в Курске, в Костроме, такой факультет в Киеве еще был. У нас преподаватель была на факультете. Она приехала и закончила, а потом была преподаватель из города Братска, по-моему. Так она говорила, почему я поступила вот в Курский пединститут? Я знала, что есть Курская дуга, Курская магнитная аномалия и есть Курский институт, где есть историко-педагогический факультет. А я курянин, как не поехать? Конкурс был очень большой, но я почему-то об этом не задумывался, а вот как бы упорно туда стремился. И сдав экзамены, я стал студентом. Ну, а студенческая жизнь была весьма привлекательная, веселая и полезная. Годы студенчества прошли, и пришел пятый курс. Нужно было определяться, куда идти. Я поехал работать директором школы. Школа большая была, где-то около 400 человек учащихся только, средняя, сельская. Вот был такой период школьный, когда, получив знания, занимался я воспитательными мероприятиями, образовательными. И, как я уже сказал, поскольку факультет готовил начальников, то директор школы тоже был небольшой, но начальник. А потом добровольный уход, об этом мне всегда говорит Татьяна Ивановна, моя жена, о том, что я добровольно ушел в армию. Ну, правда, это так и было. Но я не жалею, если бы это случилось, то тоже, наверное, я бы добровольно ушел. А если бы и не ушел, может быть, и не сидел сейчас вот здесь, на этой сцене, и не был в этой должности. Но это случилось. Но служба была суровая, север Урала. Поэтому тоже как-то закалялись качества человеческие и в тех суровых условиях. Ну, а, знаете, в жизни вот случается так, что, наверное, человеку кто-то вот помогает или ведет вот так. Так, наверное, случилось и у меня. Вернувшись из армии, я встретил Виктора Владимировича Ракова. Он учился немного старше, в Курске. И он говорит, ну что, куда пойдешь? А мне уже предлагали другую школу в Лужковском районе, Звановская средняя школа, такая более солидная. Но я отказался в райкоме партии и сказал, что я пойду работать в милицию. И, вы знаете, вот анализируя то, что, как бы, как говорят, что я не должен был быть милиционером, потому что ни те качества, ни тот характер, ни, ну, какие-то моменты такие, что вот с такими качествами люди там не работают. Но у меня был характер работы там, связанный опять же с теми моментами, с теми знаниями, навыками, которые я получил в институте. И занимался я вопросами воспитания и кадровой подготовки кадров для службы в органах внутренних дел. И много лет, скажем так, они прошли именно в то время, когда мы жили в условиях единой страны и Советского Союза. Перед уходом на пенсию, мне Валерий Вячеславович, председатель комитета культуры, предложил, пойдешь работать в музей? Я не задумываясь почему-то, сказал, пойду. То есть заканчиваю службу и пойду. Ну, а потом, естественно, через три года было предложено возглавить драматический театр, где я вот уже восемь лет и служу. Театр – это очень интересный организм. Правда, какое-то время, причем длительное, когда я пришел сюда, я думал, зачем я пришел. В музее там все было как бы уже отлажено, все знакомо, все понятно. Но тут другой организм, но надо сказать, что более интересный. Конечно. Конечно, более масштабный и более интересный. Потому что создание спектакля и приход на спектакль зрителей, участие в этом спектакле, вот эти все моменты сопереживания. И когда зал встает в конце, для актеров, конечно, это большое удовлетворение и радость. И знаете, мы вот за эти годы побывали и на фестивалях в Тамбове, в Липецке, в Брянске, были в Гомеле на гастролях, дважды в Малом театре и на фестивале в Малом театре. И вот наблюдая, как бы, как актеры работают у нас хорошо, но там еще лучше. И как принимают зрители, это, конечно, здорово. Поэтому я благодарен судьбе, что у меня вот так случилось в жизни. И думаю, что еще будет какая-то польза от того, что я здесь. Спасибо вам. Если есть вопросы, я готов ответить. Михаил Александрович, мы знаем вас все как человек очень доброго. Вот скажите, вот эта черта вашего характера, она помогает вам в вашей работе или, наоборот, мешает? Эта черта характера помогает, потому что все равно люди, люди потом каким-то образом они это чувствуют, и они выражают, мне кажется, свою какую-то благодарность. Понимаете, я вот сейчас приведу небольшой пример буквально из службы в органах внутренних дел. Ведь, ну да, я как бы больше занимался личным составом, но ведь приходилось и моменты, которые охрана общественного порядка и так далее. Я не занимался там расследованием, раскрытием преступлений, это не входило в обязанности. Но вот когда, идя, это было в Щеграх, проходя по улице, я встречаю, идет навстречу мужичок, который по своему внешнему виду и как бы понятно, что он не из лучших, скажем так, жителей города Щегры был. Но он узнал меня, говорит, спасибо вам большое. Я говорю, за что? Ну вот был там момент, вы вот пришли, когда я там был ответственным по РОД, пришли, а его привезли, там жена пожаловалась, он дебош устроил в семье. Пришли, и я вот попросил себя, плохо чувствовал, чтобы вы меня до утра, до решения судьи, как повезут в суд, отпустили меня. Я вам сказал, что я не пойду домой, переночую где-то и приду утром. Я говорю, ну и что? Вы меня отпустили, так и было. И вот я вам благодарен, я как-то изменился. Поэтому вот, наверное, тут какая-то доброта была проявлена, и в ответ я получил то, что получил. С 2004 года вы работаете в сфере культуры. Хотелось бы узнать, какие особенности данной сферы и какие трудности и нюансы встречались на этом пути? Трудности в основном финансовые. Правда, хотя грех, как говорится, жаловаться, потому что финансирование идет в том объеме и в тех пропорциях, какие могут позволить себе и наш учредитель, и органы государственной власти. И никаких претензий нет. Но, естественно, нам бы хотелось чтобы это было больше, для того, чтобы мы могли, хотя за это время, привести в порядок и дальше наше здание театра, как-то стимулировать больше труд и творческого состава, и цехов. Хотя надо сказать, глядя, скажем так, правде в глаза, что за последнее время, особенно вот к 220-летию театра и в последующие два года, нам бы выделялось значительное финансирование на ремонт. Я же помню, когда в 2012 году с потолка над девятым рядом у нас вода струйкой капала, а это крыша, по ней можно было ходить, как по болоту, по кочкам. Но благодаря вот позиции комитета культуры и финансированию и губернатора областной власти выделены были миллионы рублей на то, чтобы сделать крышу. И мы ее сделали, и сейчас чувствуем себя спокойно. И были другие моменты. Более теплее стало, поскольку окна все были заменены. Ну и другие моменты, когда более комфортно и актеры себя чувствуют, и зрители, и другой наш персонал. Вот трудности, наверное, такого плана. Если бы были больше возможностей, то было больше бы и сделано. Это первое. А особенности работы в культуре, то, что, скажем так, приобщение к культуре, к шедеврам музейного дела, к театральному искусству, без этого образованного человека быть, наверное, быть сложно ему. Михаил Александрович, скажите, вот участие в этом проекте для вас было каким-то преодолением себя? То есть вот выйти так на публику, рассказать о себе. И как вы себя преодолевали при этом? Ну, вы знаете, конечно, было преодолением. Если честно сказать, я как бы испытывал такое чувство, что зачем я нужен на этом проекте? Да. Ну, а потом как бы в процессе понял, что, наверное, это надо. И хочется, чтобы этот проект имел жизнь, чтобы он был и дальше. Я знаю, что там у нас много будет людей, которые достойны для того, чтобы с ними были проведены такие встречи, и чтобы они состоялись, и чтобы принесли какую-то пользу. А, конечно, я преодолел себя. Я же, как бы, здесь говорил о том, что я анализировал. Анализировал какие-то моменты в своей жизни. Я вспоминал, я размышлял, думал, вот, насколько, насколько вот полезна была моя, как бы, трудовая деятельность. Вот. А даже вот вчера я своим дома сказал, не задавайте мне вопросов никаких, ни сегодня, ни завтра. Не подходите ко мне ни с чем. Не давайте ни советов, ни никаких ни указаний, ни требований, ничего. Ну, они старались выполнить. Поэтому. Здравствуйте. Я студентка Курска государственного университета, учусь по специальности управления персоналом. И у меня к вам такой вопрос. Что в вашей работе, как руководителя, вы считаете наиболее интересным? Так, наиболее интересным. Вы знаете, ну, за последнее время, вот, работы в театре, я уже говорил, что интересно все. Но главное, что то, чтобы этот большой организм под названием коллектив театра, чтобы он функционировал. чтобы люди приходили на работу, ну, скажем так, пусть с маленькой, но с радостью шли. С тем, чтобы им хотелось идти сюда. Для того, чтобы потом получить, особенно та часть, которая коллектива, которая называется актеры, чтобы они получили радость и удовлетворение от своей работы, от того, как они играют на сцене, как их воспринимают зрители. А зрители у нас очень благодарны. Михаил Александрович, мы с вами 15 лет знакомы, я думаю, успешно сотрудничаем в деле патриотического воспитания молодежи и в вопросах краеведческой работы, тем не менее, хотелось бы услышать о ваших предпочтениях в литературе, в музыке, в кинематографе, что вас увлекает и продолжение этого вопроса следующий, ваш отдых и ваше увлечение. Что мы предпочитаем предпочитаем читать, да? Я помню, в детстве еще был школьником, я сделал сам полку книжную, ну, это был сельская хата или дом, вот, и там, кто жил в селе, тот знает, это две комнаты, где печка, где плитка, там, и, так сказать, вот, печка, и где жила коридор, там еще какая-то кухня или времянка во дворе, и так вот все семьи и жили, и сейчас живут на селе. Поэтому я сделал полку и там собирал книги, покупал, когда это можно было, но полка такая была, хотя я у многих ведь ходил и видел, и если была, то какая-то этажерка, но у нас кроме этажерки была это еще полка. Будучи студентом, если была такая возможность, то в то время сложно было приобретать интересную литературу, но приобретали. Я даже, я помню, купил все 55 томов сочинений Владимира Ильича Ленина, и они у меня были, да. Вот, я, в общем-то, стараюсь читать и предпочтений отдаю исторической книге, военные приключения в том числе, вот, ну, и с последнего это и Пикуль, Крейсера, Муазунт, вот, Дети Арбата, ну, это все есть, и вот я читаю. Ну, и второй момент по отдыху, да, я больше предпочитаю выехать на берег реки Сейм и уединиться там в палатке или в хате в русской и в тишине побыть, отдохнуть. Ну, удается нечасто. Михаил Асанович, да, Сергей Асанович, я хотел бы спросить вот о чем. Вы сказали о том, что когда назначили вас директором театра, то для вас это был, конечно, другой организм, другие объемы, и понятно, что любой творческий коллектив всегда достаточно сложен для руководства. Вот, как вы здесь справляетесь, ведь разные цеха, разные организмы, как говорится, внутри даже этого большого организма, а как вы справляетесь с творческим организмом театра? Ну, дело в том, что творческим организмом больше занимается Юрий Валерьевич Буре, потому что это связано со спектаклями, с репетициями, а ну, я стараюсь как бы тоже быть к ним ближе, и мы часто встречаемся с творческим организмом, как вы сказали, это и в кабинете, и где-то на сцене, и в коридоре, и так далее, поэтому много просьб бывает, каких-то моментов, предложений, но я стараюсь, чтобы они были удовлетворены, может быть, не всегда это получается, но такое стремление всегда есть. Я хочу от вашего имени, от имени нашего комитета поблагодарить Михаила Александровича за то, что он согласился. Спасибо, Михаил Александрович, большое, и я действительно надеюсь, что с его легкой руки, а он человек замечательный, вы это знаете, почти все сидящие здесь, у нас этот проект получится, мы будем надеяться, что здесь побывают очень многие наши интересные люди из культуры, и которые действительно откроются для вас совсем с новой стороны, как может быть сегодня для вас открылся и Михаил Александрович. Я хочу от нашего комитета подарить ему, поскольку вы знаете, проект этот связан с юбилеями известных деятелей культуры и искусства, наш подарок. Михаил Александрович сказал, что он на отдыхе любит активный отдых, речку, луг, на родине в Глушковском районе. Мы дарим ему надувную лодку, на которой он может летом разъезжать по реке Сейн. Спасибо, Владимир Александрович. Спасибо. Приглашаю прокатиться. Приглашаю прокатиться.